Одышка, потеря обоняния и чувствительности, неврологические осложнения. Теперь избавиться от последствий коронавирусной инфекции стало гораздо проще. Более 200 человек уже прошли программу восстановления после болезни в одном из алтайских санаториев. Положительный эффект от процедур заметили сразу. Все по-доброму, все вопросы, которые есть, я вам задаю, они отвечают и советуют либо поменять какую-то процедуру, либо поменьше по времени ее сделать. На контакт все идут, персонал, врачи очень замечательные. С первых пациентов мы получили положительные результаты. Особенно они заметны на тех пациентах, которые приехали к нам с жалобами. Когда у человека есть одышка, есть снижение сатурации, есть проблемы в анализах и какие-то проявления болезненности, то это более заметно, чем на тех пациентах, которые приехали без жалоб и хорошо себя чувствовали. Здесь и физиолечение, и массаж, а также ингаляционные процедуры и бассейн. При этом врачи обращают внимание, важно помнить о противопоказаниях, к примеру, онкология. Если человек находится в состоянии ремиссии, то есть у него все спокойно, если врачи его основные, которые лечат по его основному заболеванию, дадут ему разрешение на пребывание в санатории и получение данных видов услуг, то мы можем его принять. Курс лечения длится от 10 до 14 дней. Одна из полюбившихся пациентам процедур – сельвенитовая пещера. Внутри она полностью облицована природным камнем сельвенитом, который добывают на глубине высохшего моря. Он положительно влияет на органы дыхания. Также в санатории работает бассейный комплекс, который оснащен каскадом, водопадами, джакузи и противотоками. Они создают искусственное течение. В целом вода оказывает давление на тело человека, тонизирует. В целом водная и воздушная процедура – это, как всегда, было солнце-воздуху-вода, наши лучшие друзья. По словам специалистов, важную роль при восстановлении после болезни играет питание. Здесь это специальная диета. Там очень много клетчатки, очень много белка, там больше рыбы. То есть те продукты, которые легче усваиваются, организованы больше каш, больше фруктов, больше овощей. То есть такие продукты. И, естественно, мы стараемся к нашим алтайским продуктам прибегать. Восстановиться после коронавируса в лечебно-профилактических учреждениях можно платно и по полису ОМС. Для этого необходимо обратиться к участковому терапевту и получить направление. Елена Самарина, Михаил Лифуншан. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова